В медучреждениях Подмосковья стартовали обучающие семинары для участковых врачей-педиатров. Главная цель однодневной стажировки – обмен опытом с молодыми специалистами. Первая лекция прошла в детской поликлинике номер один Московского областного центра охраны материнства и детства. На ней побывали мои коллеги. Какие функции включает в себя работа участкового врача-педиатра? Задача педиатра – не только лечить болезни, но и предупреждать их. Чтобы стать хорошим врачом, нужно не только обладать теоретическими и практическими знаниями. Еще одно важное условие – любовь к детям. Именно поэтому среди множества медицинских специальностей Дарья Подгорная выбрала педиатрию. Стаж работы небольшой – всего три месяца. Только закончила университет, и нужно было с чего-то начинать. И решила начать с поликлиники, сразу окунуться. Здесь большой объем детей, большой объем разных случаев, интересных, для развития очень полезных. Поэтому выбрала детскую поликлинику. Для таких врачей, как Дарья, которые только начинают свой профессиональный путь, опытные специалисты провели обучающий мастер-класс. Московский областной центр охраны материнства и детства, как флагман этой отрасли, собрал молодых педиатров со всего региона. Мы одни из первых прошли так называемую бережливую поликлинику. Все помнят этот проект. И мы были в пилотном проекте. То сейчас проект Минздрава начался именно с нашего лечебного учреждения. На прошлой неделе это мероприятие проходило на базе второй поликлиники. Сегодня на базе первой поликлиники. Участникам семинара рассказали о правилах работы в амбулаторном звене и основных обязанностях участковой педиатрической службы. В дальнейшем подобные мастер-классы пройдут во всех детских поликлиниках Московской области. Луиза Егия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.